Сегодня, как никогда, было очень много желающих со мной встретиться. Люди шли с разными вопросами. Для кого-то они могут показаться очень маленькими. Пришел человек о том, что он не выбирает те деньги, которые ему выделяются, 600 рублей на проезд, допустим, по месяцу. И очень хотел, чтобы оставшиеся деньги, но по льготной схеме, переходили на другой месяц. Понимаете, казалось бы, деньги-то небольшие, там остается у него, допустим, всего-то от этих 600 рублей, там 100 рублей, понимаете. Но для него это уже деньги. И поэтому этот вопрос действительно требует решения, мы им будем заниматься. Далее, пришла семья о том, что резко возросла стоимость налога на землю. В 4 раза. Было 300 рублей, стало 1200. Для них это тоже большие деньги. Понимаете, а люди не понимают, почему вот так вот резко все происходит. Ну, в плане увеличения цен. Вот, естественно, в них мы посмотрим, чем помочь не только этой семье. Потому что это касается многих жителей, не только Кинишинского района, но, по сути, многих жителей Ивановской области. Пришла женщина, крик души о том, что, как будто ее дочь, вынужденная переселенка с двумя детьми, вернулась из Донецкой области к матери родной, понимаете. И до сих пор она не может получить вид на жительство из-за чисто, я считаю, бюрократических проволочек, понимаете. Но решение нашли, я думаю, что этот вопрос будет решен. И так дальше. Очень много просьб со стороны жителей вашего города в отношении строительства спортивных объектов. Вот так вот получилось, что, допустим, 2008-2014 год много спортивных объектов было построено в Ивановской области, но не в Кинишме. Вот сейчас с новым главой администрации по Холтоне выстраиваем, как говорится, систему, разрабатываем план, как все-таки дать толчок в развитию спортивной структуры предстоящей 5 лет в городе Кинишме и так дальше. И как раз вопрос, касающий, наверное, ну все, наверное, жители нашего города сейчас в шоке небольшом пребывают. Вот как так может получиться, что у нас глава города сейчас, по сути, получается, Алексей Иванович Крупин, который обвиняется во взяточнике, во взятке? Ну, понимаете, в чем дело. Вопрос сложный, сложный, так? Вот законодательство наше устроено так, что пока человек не осужден судом, вот он не поражается в своих правах, понимаете. Вот такой вот, как говорится... Ну, а вы вообще как считаете, нормально, что так получается, что город... Конечно, ненормально, понимаете, конечно, ненормально. Этот вопрос требует незамедлительного решения. У города должен быть один начальник, понимаете. Я считаю, этим начальником должен быть Похолков Александр Владимирович. И мы все для этого делаем, для того, чтобы это в ближайшее время произошло. Ну, то есть наверху тоже рассматривается эта проблема, не только на... Да, и мы как бы усилим и ускорим сейчас это рассмотрение. Именно я это отношу к себе.